Ламповые усилители перестали массово выпускать уже лет 50, а то и 60 назад. Но, тем не менее, настоящие аудиофилы, такие как Володя, продолжают утверждать, что ламповые усилители звучат лучше транзисторного. Давайте разбираться, в чём же различие. Задача любого усилителя, будь то ламповый усилитель или транзисторный усилитель, это усиление изначального звукового сигнала. Все картинки, которые я тебе сейчас буду показывать, сделаны максимально упрощённо. И они не отображают всего буйства звуковых волн и сигналов, которые подаются на усилители того, что происходит внутри. Так вот, оранжевая синусоида — это наш изначальный сигнал, который мы хотим усилить. А зелёная синусоида — это та же оранжевая синусоида, только она более мощная, более громкая. В идеале и ламповый усилитель, и транзисторный усилитель должны выдавать на выходе идеальную синусоиду. Такую же, как была в начале, но только более крупного размера, более мощную. На самом деле всё не так. Усилители генерируют огромное количество искажений. Ещё придачу и ламповые усилители, и транзисторные усилители нелинейные. Хотя ламповые усилители немножко более линейны, чем транзисторные усилители. Так что же у нас происходит с сигналом, когда он попадает в усилитель? Каждый усилитель, и ламповый, и транзисторный, генерирует гармоники. Гармоники я отобразил красной пунктирной линией. Гармоники — это, в принципе, производная от основной частоты, которую мы хотим усилить. Но она бывает в два раза больше, в четыре, в пять, в семь и так далее. Считается, что ламповые усилители в основном генерируют вторую и четвёртую гармонику. И благодаря этому основная синусоида приподнимается вверх от основной оси. То есть верхние части вытягиваются, а нижние поджимаются. Благодаря этой особенности ламповых усилителей, ламповые усилители выдают более тёплый, насыщенный и густой звук. Потому что основная частота усиливается в два, либо в четыре раза. Считается, что ламповые усилители генерируют только вторую и четвёртую гармонику. На самом деле это не так. Они генерируют и третью, и пятую гармонику, и так далее. Транзисторный усилитель генерирует меньшее количество гармоник. Нет, не меньшее количество гармоник. Транзисторный усилитель также генерирует гармоники. И интересно, что эти гармоники в транзисторном усилителе не сдвигают основной сигнал вверх, скажем так, увеличивая густоту или насыщенность звука. Гармоники транзисторного усилителя немножечко деформируют верхнюю часть синусоиды, ну или нижнюю часть синусоиды. И таким образом, опять-таки, внося в звук некоторое количество приукрашений. В идеале и ламповые, и транзисторные усилители должны усиливать звук так, чтобы мы слышали, ну, например, гитару или пианино или вокал точно так же, как это прозвучало вживую. Но на самом деле, благодаря разным искажениям, которые там происходят, каждый усилитель по-своему красит звук. Немножко расскажу тебе про гармоники. Особенность ламповых усилителей в том, что ламповые усилители действительно генерируют, как правило, всего лишь две гармоники. Эти гармоники довольно-таки большого размера. Вот я отобразил их красным цветом, рядом с основным зелёным сигналом. Эти гармоники очень быстро затухают. То есть, по большому счёту, в ламповом усилителе количество искажений, ну, как бы, равно всего двум гармоническим искажениям. В то время как транзисторный усилитель генерирует целый забор гармоник, которые уходят до 15-й. И, в принципе, в транзисторном усилителе такое количество гармоник производится, которое, ну, скажем так, находится даже на грани измерительных приборов. Хорошая новость в том, что количество гармонических искажений в современных усилителях равно примерно 0,0001%. Где-то 0,002%. В ламповых усилителях количество гармонических искажений равно примерно 0,1%, 0,3%. В некоторых 3%. И услышать такие искажения на слух довольно-таки трудно. Ну, практически невозможно. Но, тем не менее, мы же слышим разницу. Дело в том, что кроме гармонических искажений, есть ещё частотные искажения. Они же линейные. Частотные искажения в данном случае мы вообще, в принципе, можем не брать в расчёт, потому что влияние помещений, в которых мы слушаем музыку, оно настолько огромное, что то, что происходит в усилителе, оно не идёт ни в какое сравнение с тем, что происходит у нас в помещении. Также есть ещё фазовые искажения, которые меняют фазовость сигнала. Но фазовые искажения в акустике, они настолько мощны и настолько сильны, что фазовые искажения в усилителях тоже можно особенно не брать в расчёт. Кроме тех искажений, про которые я тебе рассказал, существует еще десяток искажений, которые мешают получить оригинальный звук с ламповых и транзисторных усилителей. Но о них я даже не буду заикаться, про них не знают даже производители. Еще одна интересная вещь, которая происходит в усилителях, это обратный ток от динамиков. Ведь динамики, на которых мы слушаем музыку, это по большому счету электромоторчики. Когда усилитель подает ток на динамик, он воспроизводит звук. И когда динамик свой звук воспроизвел, он под влиянием резинового подвеса возвращается обратно и производит ток. Вот я здесь отобразил красными стрелочками, что ток идет обратно на усилитель. Если мы слушаем трехполосную акулитическую систему, то количество обратного тока, которое идет на усилитель, оно просто огромное. Это самый полноценный, полновесный хаос, который получает усилитель. И если транзисторные усилители с этим хаосом справляются более-менее нормально, то у ламповых усилителей с этим настоящие проблемы. И поэтому ламповые усилители зачастую слушаются с широкополосными динамиками. И сегодня я нахожусь в гостях в магазине Unisons. И рядом со мной сидит Владимир Савкин, основатель салона, который по совместительству является также опытным радиоинженером. И сегодня мы с Володей постараемся выяснить, почему же ламповый звук лучше транзисторного. Владимир, расскажи пожалуйста, почему вот эти вот кинотеатральные системы Western Electric из далеких 30-х годов, которые выпущены уже больше 100 лет тому назад. Ну да, около 100 лет тому назад. Ну, немножко меньше, чем 100 лет назад. Звучат так же вовлекающе, как современные дорогущие хаэнные системы. Добрый день. Очень интересный вопрос, потому что аудио имеет определенную историю, как явление культуры и техники. Дело в том, что основные исследования в аудио были сделаны в 30-х годах в Америке, как раз фирмой Western Electric и Alpec, для озвучивания кинотеатров. Соответственно, в то время были только лампы. Это были сделаны хорошие ламповые усилители, которые выполняли свою функцию великолепно. Ну и соответственно, как бы лампа продолжала работать в кино, в радио, в аудиосистемах примерно до 50-х, 60-х годов. Потом ее постепенно начал заменять транзистор. Но выяснилось, что с транзистором не все так идеально. Потому что, как говорил Аркадий, он имеет выше спектр искажений. По той причине, что его передаточная характеристика менее линейна, то есть более нелинейна, чем у лампы. И соответственно, как бы примерно в середине 80-х годах, это парадоксально, аудиофилы из Японии, а потом из Америки, заново обратили свое внимание на ламповых усилителях. На ламповые усилители. И постепенно, постепенно мода на них вернулась. И основания для этого существуют. Ну о чем еще надо говорить? Что любой усилитель, это не только лампа или транзистор. Он содержит много других компонентов, которые отвечают за суммарное качество. И в итоге мы имеем некий хор, общее звучание, общий характер. Соответственно, как бы лампа требует реализации определенной, определенного блока питания. Трансформатор выходной должен быть очень качественный для того, чтобы показать ее преимущество. В наше время эта реализация может быть очень недешевой, скажем так. И поэтому складывается разное впечатление о разных ламповых усилителях, о разных транзисторных усилителях. Очень хорошо лампа себя показывает в качестве линейного каскада, буферного каскада. Как выходного каскада в ЦАПах, в плеерах, в предусилителях. Соответственно, как бы на базе такого линейного каскада создаются гибридные усилители. Которые сочетают в себе лучшие качества и транзисторы, и лампы. Где транзистор позволяет получить высокую мощность выходную, работая в выходном каскаде. И высокое демпфирование. Чтобы не было проблем с включением сложной акустики. А лампа выполняет функцию линейного усилителя, буфера. Ну, как бы если кратко. Кратко вот так. А демпфирование это... Это как раз способность контролировать сложную акустическую систему. То есть это то, что я показывал, когда... Это последняя или предпоследняя картинка была. То есть этот ток у нас идет обратно на усилитель у динамика. Это демпфирование. Да, да. Можно так сказать. То есть это способность усилителя контролировать вот этого противо ЭДС колонки. Обратную ЭДС. Обратную движущую силу, которая возникает от динамика. Хорошо, понятно. Вот для меня это был такой скользкий вопрос. Я в нем на самом деле не смог рассказать. Нет, действительно, транзисторный усилитель в этом ключе обычно лучше. И ламповый усилитель требует подбора акустики. Но если произвести этот подбор правильно, то можно получить великолепный результат. Ну, если говорить о недостатках лампы усилителей, конечно, это сама лампа. Это элемент, который имеет срок службы. В среднем где-то от 3 до 10 тысяч часов. То есть возникает необходимость их подбора, замены. Ну, это примерно как, не знаю, как заправлять и обслуживать машину. Усилитель ламповый надо обслуживать. Второй момент. Лампа греется, излучает тепло. То есть энергоэффективность несколько ниже, чем у транзисторного усилителя. Ну, как бы вес, габариты, тепло. Наверное, вот так. Но удовольствие, удовольствие может быть очень большое. В принципе, надо слушать, надо сравнивать. Может, иногда не надо сравнить в лоб, надо пожить. Потому что это разные звери. И это надо как бы примерить на себя. И сформировать свое отношение. Потому что, когда мы слушаем что-то быстро, мы попадаем на некое первое впечатление. Оно может быть обманчиво. Надо с вещью пообщаться, пожить. Можно сформировать тогда, ну, прийти к правильному, более к правильному решению выбора. Володя, я часто слышу точку зрения, что ламповые усилители, ну, очень плохие для воспроизведения рока, металла, тяжмета. Ну, для такой быстрой музыки, в которой присутствует атака. В чем там причина? Почему такое мнение? Вот я постоянно наталкиваюсь на эту точку зрения. Вы знаете, в большей или меньшей степени эта проблема есть. Повторюсь, в большей или меньшей степени. Потому что ламповый усилитель склонен несколько смягчать звучание. Одна из причин, потому что на выходе лампового усилителя стоит трансформатор. Это устройство, которое согласует выход лампы с колонкой. И от качества трансформатора как раз очень сильно зависит качество атаки. Ну, как бы так. Понятно. Ну, вот те Western Electric, которые я показывал перед тем, как тебя представить. Которые, кстати, слушал. Вот у них, кстати, была такая проблема, что они великолепно воспроизводили инструментальную музыку, вокал. Вот такой неторопливый рок. Но как только начиналась атака, там был просто... И, ну, вот эти, кстати, Western Electric системы работали на ламповых усилителях. Там, по-моему, было 5 ватт на... На те динамики, которые установлены сверху. И, по-моему, 7 ватт вот на эти нижние. То есть, видимо, двухполосная система. И вот атаку они, ну, атаку они, к сожалению, проваливали. Но если вот исключить про атаку, да, вот этот недостаток атаки, то звучание было, ну, настолько, настолько вовлекающим, тёплым, что заслушаешься. Ну, я думаю, здесь, конечно, проблемой было большого помещения. Я знаю эту систему, да. Второй момент. Мы уже говорили, что этот вопрос решается с помощью гибридных усилителей. Ну, вот одно из таких устройств. Где, скажем, сочетаются свойства и транзисторы, и лампы. То есть, плавное, мягкое ламповое звучание и хороший драйв, который даёт транзисторный усилитель. Без жёсткости, которые часто склонны усилители транзисторные, полностью транзисторные системы, из-за причины широкого спектра большого количества гармоник на выходе. Ты вообще сразу продемонстрировал картинку. Вот у нас спектр гармоник, который генерирует транзисторный усилитель. То есть, эти гармоники далеко отстоят, несмотря на малое величину, они далеко отстоят от основного тона, от основной частоты, и не маскируются им. А гармоники, которые рядом, они как бы прилипают к основному тону. И мы их не очень замечаем. Хотя их величина может быть больше. Я вот специально советовался с профессиональным музыкантом, с Мариной Гребенчик. И вот как раз по поводу второй-четвёртой гармоники. Я задал ей вопрос. Марина, оправдали ли, что вторая и четвёртая гармоника благозвучная, а все остальные гармоники неблагозвучные? Она так задумалась на минутку и говорит, Аркадий, ты знаешь, это неправда. Потому что все гармоники необходимы для звучания. Потому что гармоники, они как бы придают звучанию какого-либо инструмента. Ну там, гитара, пианино, скрипка. Они придают его звучанию индивидуальность. И нельзя утверждать, что какая-то гармоника благозвучна, а какая-то неблагозвучна. Они все необходимы. Но феномен второй и четвёртой гармоники, которые усиливаются в ламповом усилителе, в том, что они очень благородно оттеняют основную частоту. Они её усиливают. И поэтому звучание получается таким телесным и тёплым. Про теплоту. Не, ну видите, тут этот вопрос в плане окраски звучания. Соответственно, как бы в природе не существует абсолютно нейтральных вещей. Если мы возьмём три стакана с десциллированной водой, каждый из них будет иметь свой вкус. Соответственно, каждое аудиоустройство имеет свой характер, свою окраску, которая, в принципе, определяется как раз спектром гармоник, так называемых. То есть гармоники – это кратная частота. Если частота 1 кг, то возникает гармоника 2, 3, 4, 5. Кратные частоты. Каждый усилитель формирует этот спектр, спектр. Но тут есть один очень важный аспект. Он больше технический. Каким образом в транзисторном усилителе получают вот эти низкие искажения? Есть так называемая технология отрицательной обратной связи. Это технология, когда часть выходного сигнала подаётся на вход усилителя и сравнивается с входным сигналом. Вычисляется ошибка, разница, и снова подаётся в усилитель. Но поскольку этот процесс не происходит мгновенно, у усилителя есть задержка, это приводит к размытию фронта сигнала. А ламповый усилитель, благодаря более высокой линейности самой лампы, позволяет создать усилитель без обратной связи, либо с неглубокой обратной связью. То есть мы не используем следящие контуры, которые создают новые проблемы. То есть эти вопросы более широкие, более сложные. Да, хорошо. Володя, вот я натолкнулся на такую точку зрения, что ламповые усилители имеют тёплый звук. Окей, мы об этом уже поговорили, но у меня всё время создаёт такое впечатление, что когда ты смотришь на лампы, ты видишь такой красный свет. Ну такой же, как и, скажем так, в кострище, только что сожжённого костра. И мне кажется, что по неволе создаётся такая ассоциация тепла и безопасности, когда ты смотришь на эти как красные угольки. И это очень влияет на наше восприятие звука, потому что мы, скажем так, судим о вещи не по тому, что она есть, а о том, какие это ассоциации у нас вызывает. И вот мне кажется, тепло и ассоциация с теплом, которые вызывают вот эти горящие огоньки, она именно и порождает вот это тёплое ламповое звучание. Потому что тепло – это, в принципе, это вторая базовая человеческая потребность после кислорода. Вот первая наша базовая, без которой мы не выживем, это кислород, дышать. Вторая – это тепло. То есть потом идёт вода, третья потребность, четвёртая – еда. Ну и дальше пошло-поехало там безопасность и прочее. Желание размножаться, желание престижа. Ну так вот, здесь мы видим красные угольки, которые ассоциируются у нас с тепловой безопасностью. Ну смотри, особенно если погасить свет, вот, ну всё. Ну каждая лампа, если почему она светится, она имеет накальную спираль, да, которая, скажем, накаливается, как в старых лампочках накаливания, да. Накал служит для подогрева катода. Катод – это часть лампы, которая излучает электроны. Потом электроны приносят сигнал в вакууме, и анод принимает их, да. А между катодом и анодом стоит сетка, управляющая электрод, который модулирует этот ток. Таким образом работает как бы лампа, да. Ну, я согласен, это красиво, приятно, это эстетично, когда она светится, это вечером можно там погасить свет, взять бокал вина и слушать любимую музыку, да. Ну, это примерно как многие аудиофилы говорят, что там несложно слушать, если ничего не крутится. Ну, одна из причин, почему популярны, скажем, винил и возвращается лента. Вот, когда две бобины в разную сторону, нам, наверное, это из этой же серии, что человек достаточно много информации, большую часть принимает глазами, и этот процесс может участвовать или быть в преддверии прослушивания, или совместно. Почему нет? Как интересно. Не, ну, интересная точка зрения, что я не могу слушать музыку, если ничего не крутится. Ну, я встречал такое мнение. Нет, это помогает. Ну, сейчас как бы есть мода на эти бобильники, и выдели, когда на одной бобине мало ленты, на другой много, и с разной скоростью. Это завораживает, скажем так. Я думаю, что это один из аспектов, почему это популярно. Не, ну, бобильники... Может, не главный, но это не по теме, ну, ладно, это... Не, ну, бобильники меня тоже завораживают. У моего папы раньше был бобильник. Орбита 205А до сих пор помню название. Ну, мы все через это прошли. Я, единственное, не помню даже название марок, там, маяк или что-то еще. Я вот вчера слушал Кармен, London Goodbye, да. И я точно помню, что мне этот Кармен, London Goodbye, был записан на бобине. Я вот слушаю вчера London Goodbye, и представляю, как вот на этой орбите 205 крутится бобина. Такая ассоциация интересная. Володя, а расскажи, вот, как ты воспринимаешь разницу между транзисторным и ламповым звуком? Вот ты лично, вот твое вот субъективное... А, хороший вопрос, да. Вы знаете, в хорошей реализации, в хорошей реализации лампового тракта звучание можно описать одним словом натуральность. Что-то я имею под этим понятием, это когда у тебя звучит не аппаратура, не колонки, не усилитель, да, а происходит материализация исполнителя. Возникает контакт с ним. Соответственно, как бы и эстетический звуковой, да, ну, это красивый звук, да, а самое главное эмоциональный, да, потому что, как бы, главная цель дорогой техники – это донести первичную эмоцию, которую нам хотел, ну, так сказать, композитор, исполнитель, звукорежиссер, да, то есть участники процесса, да. То есть я думаю, что они не просто хотели порадовать вас красивым звучанием как таковым, это важно, да, но музыка – нечто большее. У нее есть внутреннее содержание, внутренняя эмоция, внутренняя наполненность, да, происходит перенос во времени, вместо и время исполнения. То есть мы можем почувствовать первичную акустику, задумку. Ну, вот, как бы, это главные аспекты. То есть с помощью лампового усилителя я считаю, что проще приблизиться к этой эстетике звучания. Ты знаешь, вот когда я слушал вот эти вестерны электрик, которые древние-древние, да, если к ним поближе подойти, они в ужасном состоянии, не слеплены из папье-маше, там видно, что люди руками так вот лепили, да, но звучание на самом деле магическое, и мне показалось, у меня создалось вот такое субъективное ощущение, что эта акустика, эта система стереофоническая, она делает звучание более красочным, увлекающим, чем вообще, в принципе, может звучать даже настоящее звучание, чем настоящий концерт. И поэтому хочу спросить, может ли усилитель, акустическая система, стереосистема служить как инструмент для усиления эмоций? Надо подумать, надо подумать. Ну, наверное, да, наверное, да. Нет, потому что мне непонятно немножко усиление эмоций, мне больше нравится, наверное, термин передача эмоций. Передача эмоций, да. Да, может быть. Потому что, скажем, есть записи, в которых нет эмоций, ну, не было там эмоций, ну, что там усиливать, да? Мы заново что-то придумаем, ну, вряд ли усилитель может это придумать. А вот передать то, что было, если перед нами, скажем, великий исполнитель какой-то, действительно талантливый, даже неважно в каком жанре, пусть это будет даже электроника или классическая музыка, или рок-музыка, да, у него есть некий месседж для слушателя, да, этот месседж надо передать. Это уже другой тип искажений, скажем, эмоциональные искажения, которые не описываются приборами, да. Тут, конечно, вступает уже субъективность. Наш опыт и субъективность. И субъективное тестирование, да. И хорошая система способна на это передать, да. То есть каждое прослушивание может доставлять огромное удовольствие, быть событием в твоей жизни и прописываться в памяти, да. И потом в любом следующем прослушивании ты опираешься на эту память, как должно быть или как было тогда, да. А, соответственно, есть системы, которые, скажем, они могут звучать как бы, ну, вроде бы красивые звуки, да, но они не складываются во что-то большее, да. Просто есть эстетика заполнения тишины, фоновое звучание, да. Но не рождает эмоционального отвлека, не рождает, ну, нет мурашек, скажем так, да. Мурашки очень важны. Да, мурашки. Редко бывают, но бывают. Так что раз им мурашки. Да. Ну, вот это, вот ради этого момента, вот ради мурашек, все и затевается, на самом деле, скажем так, да. Самое главное, мурашки. Ну, это образно. Это просто, чтобы было, скажем, ну, чтобы долго не рассказывать, да. Окей. Хорошо, Володя, следующий вопрос, чтобы помучить тебя уже по полной программе. Многие делают ламповые усилители сами. Это сложно вообще? Вы знаете, дело в том, что ламповая схемотехника, на самом деле, относительно простая. Она консервативна, в отличие от транзисторной. Там трудно придумать что-то. Все давно придумано, да. Открываешь учебники, делаешь. Но дело в том, что результирующее качество лампового усилителя определяется комплектующими. То есть, нужны качественные трансформаторы, конденсаторы, резисторы. И, соответственно, самим конструктивом. Как это все расположить, спаять там по-разному можно, да. И там есть некая кажущаяся, кажущаяся простота, да. То есть, комплектующих качественных не так много на рынке сейчас. Они малодоступны и дороги для ламповых усилителей. Ну, раньше это делали все, сейчас очень мало компаний, кто этим занимается, да. И, скажем так, в свободное от работы время я немножко этим занимаюсь. Ну, если будут какие-то более-менее готовые проекты, мы про них с удовольствием расскажем и покажем. Володя, расскажи, пожалуйста, зачем вообще, в принципе, сравнивать лампы и транзистор? Не, ну, это часть нашей работы, тестирования, да, и часть, часть, можно сказать, работы клиента, покупателя. Он должен проделать эту работу вместе с нами, да, мы поможем ему. Потому что, скажем, как бы то, что пишут журналы, тесты, форумы, да, это тоже чье-то частное мнение, да, оно не всегда может совпадать с моим, да, с твоим, да. Это некие новости, это некие как новости, это некие, ну, ни в коем случае это не должно быть как окончательное решение, да. Поэтому, скажем, ну, тестирование – это часть, часть нашей работы, и часть, повторюсь, работы, которую должен проделать клиент. То есть для этого у нас есть все условия, чтобы, скажем, включить одно, второе, третье, да, вернуться к первому, если необходимо, да, сделать какие-то выводы, в случае необходимости, скажем, предоставить устройство клиенту на больший срок прослушивания домой, да. Я думаю, только так можно выбрать, сделать, принять правильное решение. Другого пути нет. Иногда этот процесс довольно долгий, да, потому что аудиосистема состоит из многих, составляющих, как мы говорили, что надо, какой-то усилитель с такими-то колонками работает лучше, чем с другими, да. Иногда вот приходится очень долго подбирать эти правильные комбинации, сочетания, да. И, соответственно, здесь можно сделать какие-то ошибки, неправильные выводы на это будет. И можно иногда хорошую вещь забраковать, если неправильно что-то состыковал, да. Понятно. Володя, вот мне всегда от лампового усилителя отталкивает сложность ухода за лампами. Мне всегда кажется, что они вот-вот сломаются. У меня всегда возникает там сомнение, работает ли она в правильном режиме. И я всегда боюсь уронить на ламповый усилитель книжку, да. Вот, например, читаю я книжку, хопс, уронил. И сразу же все ба-бах и сломается. Вот какое твое мнение об этом вопросе? Ну, на последний вопрос у комментариев. Соответственно, лампового усилителя имеют защитные кожухи с вентиляцией, которые позволяют как бы закрыть лампы от случайного попадания лишних предметов и прочего вандализма, от защиты от домашних животных, детей. Ну, это надо использовать, как бы, да. Соответственно, как бы, ну, лампа служит, да, вот мы уже говорили, от 3 до 10 тысяч часов, да. То есть, лампа... Как мне знать, что вот она перестала работать? То есть, усилитель имеет подстроечные элементы, да. Имеют либо встроенный индикатор, вот здесь, не знаю, видно, не видно, да. На камере не будет видно, мы потом можем оттенять. Который позволяет периодически проверять правильность... Есть подстроечные потенциументы, позволяет выставлять правильные режимы лампы. Если лампа, скажем, не укладывается в нужный режим, она требует замены, да. Соответственно, как бы, у нас есть прибор, который позволяет проверять лампы, либо старые, либо новые подбирать в пары, чтобы усилитель работал вот с меньшими искажениями, да. То есть, мы осуществляем этот сервис. Но это часть нашей работы, да. И... Это, как бы, вот владелец лампового усилителя должен быть к этому готов. Ну, то есть, вот так вот просто глядя на лампу, я не пойму, работает она или не работает. Нет, ну, бывают некоторые лампы, которые меняют свое свечение. Бывают некоторые лампы, у которых, скажем, там перестает гореть накал, да. Это уже, скажем, полностью перегорел накал, да. Бывает, что в темноте, ну, меняют свечение. Я не помню, там в синий цвет немножко уходит, там газы, значит, какие-то попали уже внутрь, да. Или эмиссия ухудшилась, да. То есть, есть эти признаки, но они не общего характера. Они индивидуально для каждой лампы, надо изучать, смотреть. То есть, надо мерить. Ну, надо мерить, да. Надо мерить, да. Володя, я читал, что, ну, если мы, ну, лампы, которые работают в усилителях мощности, они, ну, как ты и говорил, их надо менять довольно часто. Раз там в 10 тысяч часов, да. А если... Даже чаще, не много. Даже чаще. А если мы говорим о лампах, которые устанавливаются в транзисторных усилителях, они работают дольше. В гибридных, да. В предварительных усилителях. Да, правильно. То есть, лампы делятся грубо. Поделить можно на два класса. То есть, мощные лампы, которые в выходных каскадах работают, которые генерируют, скажем, десятки ватт уже выходной мощности, они работают в более нагруженном режиме. Поэтому срок службы ниже. Ну, 3-5 тысяч часов, да. А есть лампы маленькие, да. Линейные лампы, которые работают, скажем, в предварительных каскадах, которые работают в буферных каскадах, да. Они служат примерно 10 тысяч часов и больше. И они относительно недорогие, да. У меня был один усилитель, магнат РВ-3, по-моему. И у него были вот в предварительном усилителе именно лампы. И в инструкции было написано, что они там порядка 30 тысяч часов работают. Это может быть правда? Или я что-то перепутал. Ну, это... Нет. Тут, понимаете, мы никогда не знаем, какой выбрал режим лампы производитель, да. То есть, он мог выбрать режим, который очень благоприятен для долгой службы. Этот режим может обеспечивать чуть меньше качество звучания, хуже качество звучания, но лампа служит дольше, да. То есть, она менее нагружена, да. Соответственно, можно выбрать режим, где лампа больше нагружена, у нее выше качество звучания, тогда снижается до 10 тысяч часов. То есть, 10 тысяч часов – это, наверное, такая минимальная цифра или оптимальная цифра, да. Либо, скажем так, лампа может работать там и 50 тысяч часов, и 100 тысяч часов. Но просто со снижением происходит постепенная деградация качества. Постепенно. Уплывает как бы качество. Что, пожалуйста, приходите в гости, мы в вашем распоряжении, мы можем все это подробно рассказать, показать, подключить. Я хочу сказать, что очень много, скажем, довольных клиентов, которые перешли с транзисторной техники на лампу, на ламповые усилители. И пропали. С ними все в порядке. Тогда тебе это невыгодно. Да, да, да. Но у них исчез так называемый аудиофильский зуд, замены. То есть они всем довольны. Ну на данном этапе, по крайней мере. То есть раньше они приходили раз в месяц или в три месяца, говорили, у меня что-то не так, дайте мне новый провод. Теперь они слушают музыку. Ну это хорошо. Но тебе плохо? Нет, ну это мне не плохо. Я думаю, что у них есть знакомые, друзья, которые придут к ним в гости. Они будут служить вместе. Они спросят, почему у тебя так хорошо, да? И они придут к нам. Володя, а как ты порекомендуешь акустику для ламповых усилителей? Широкополосную или многополосную? Ну вы знаете, с современными ламповым усилителем зачастую, может быть, не надо использовать сложные трехполосные системы, но двухполосные, мониторы или напольники, обычно с ними проблем нету, скажем так. Потому что если говорить про широкополосную акустику, про акустику, в которой нет фильтров и стоит один динамик, это вещь специфическая, которую надо на себя примерять. Потому что они играют очень слитно, точно, но все-таки один динамик имеет достаточно заметную неравномерность АЧХ. Это приводит к тому, что многие фонограммы звучат выборочно. Что-то звучит, что-то не звучит. Это АЧХ усилителя, но чисто просто для наглядности показывалось, что, ну, наверное, АЧХ широкополосного динамика где-то примерно таким же и будет по форме, со сниженным низом. У него будет некая пила в середине все-таки. Пила, скажем, есть какие-то выбросы обычно на АЧХ широкополосная динамика. Если в эту полосу попал инструмент, он выпрыгивает вперед очень сильно. Немножко кричать они начинают, эти широкополосные динамики. Но одновременно, я должен сказать, что многие люди после общения с другой акустикой на базе опыта приходят к этому решению. Они готовы простить недостатки ради каких-то плюсов. Ну, то есть не существует, к сожалению, идеального усилителя, идеальной колонки. Есть баланс. Хочу дополнить про широкополосную акустику. Например, если мы рассматриваем этот график как график АЧХ широкополосной акустики, ну, приблизительно, да, что у нас снижены низкие частоты, снижены высокие частоты, середина может быть ровная или с каким-то горбом, как Владимир говорит, да. Исследования показывают, что наше человеческое восприятие очень толерантно относится к кривой АЧХ. То есть АЧХ реально может быть кривое. И наши мозги сами построят ее до нужного уровня. Но есть еще один аспект, который, как правило, мало кто касается. Это фазовые характеристики сигнала. То есть это то, насколько одновременно все частоты прилетают в твои аудиофильские уши. Этот график немножко не совсем отображает то, что я хочу сказать. Но пускай он будет как иллюстрация, потому что это фазовая характеристика. Дело в том, что когда мы слушаем двух- или трехполосную, или четырехполосную акустику, из-за того, что производители вынуждены разделять сигнал с помощью фильтра, в звуке есть некоторые задержки. Ну, то есть высокочастотный, к примеру, может работать с нормальной скоростью. Звук из басовика может прилетать с немножечко задержкой. И, например, средней частоты динамик может иметь некоторый поворот фазы. И в результате звуковой сигнал приходит к тебе не одновременно. То есть ты слышишь вверх, немножечко с опозданием вниз, середина где-нибудь там может теряться. И если ты слушаешь кратковременно музыку, то твой мозг опять-таки фазовые характеристики сигнала подстраивает. Но при длительном прослушивании твой мозг вынужден все время работать, скажем так, в real-time режиме и подстраивать фазовые характеристики. И в результате через нескольких часов прослушивания ты начинаешь утомляться. То есть ты чувствуешь какой-то зуд в ушах, какое-то гудение. Вроде бы и музыка хорошая, вроде бы и лампы горят, да. Но в то же время дискомфорт. А широкополосный динамик этими недостатками не обладает. То есть фаза широкополосного динамика в большинстве случаев имеет линейную характеристику. То есть они фазолинейны. Ну, по большому счету, есть, конечно, исключения. И так как наш мозг с гораздо более меньшими усилиями корректирует АЧХ, чем фазу, то, наверное, я понимаю тех людей, которые выбирают вот именно ламповый усилитель и широкополосную акустику. То есть в результате они получают максимально живой, качественный звук. Как-то так. Не, ну я в целом абсолютно согласен. Правда, я должен сказать, что на данный момент, может быть, у нас в салоне нет ни одной широкополосной акустики с одним динамиком. Но в ближайшее время, я думаю, что-то появится. Мы себя проверим, перепроверим. Не, ну на самом деле, вот эта тема фазолинейности, она очень редко когда поднимается, и очень мало кто уделяет ей достаточно информацию. Да, смотри, тут о чем надо говорить, да. То есть есть история, да. Есть история о кустостроении, да. И тут такая же фигня. Динамику сто лет, да, динамику сто лет, нет замены, да. То есть динамику в классическом понимании, когда есть мембрана, подвес, катушка и магнит, да. Есть различные альтернативные излучатели, там плазменные, ионные, там электростаты, да. Но каждый из этих излучателей имеет какие-то недостатки очень сильные, которые не позволяют стать массовым. Это экзотика, да. И поэтому, когда я читаю большой обзор про историю о кустостроении, там написано, первое, что хорошая акустика всегда была дорогая, по цене автомобиля, грубо говоря, да. Второе. Прогресс о кустостроении состоит в том, что, первое, появились новые клеи, которые позволяют клеить новые материалы диффузоров. То есть раньше мы не могли клеить какие-то пластики, кевлар, керамику, теперь есть эти клеи. Представляешь, как это звучит дико, да. Ну, но тут же прогресс. Да, второй момент появилось компьютерное моделирование, которое позволяет ускорить процесс проектирования фильтров для многополосных систем. Ну, чтобы совместить эти более-менее фазовые характеристики. Запятая. Но не исключает после этого ручную доводку. Почему? Потому что любое компьютерное моделирование базируется на моделях. А модели не точны, имеют всегда ошибки. Это приводит к ошибке результата. Ну, всегда надо с физическими уже конкретно образцами. Да, и поэтому любая акустика, когда понимающий инженер делает акустику, это касается любого аудиоустройства, он не может тянуть вверх одновременно все параметры. Если он что-то тянет вверх один, остальное падает. Он ищет какой-то компромисс между ними. Так это работает на данном этапе. И поэтому, скажем, широкополосный динамик это один из компромиссов. Там вот кривая АЧХ, но правильная, грамотная импульсная характеристика, фазовая характеристика. Вот как бы так. Хорошо, Володя, я исчерпал свои вопросы. Огромное спасибо тебе за рассказ. Спасибо, спасибо. Ребята, смотрите новое видео про качественный звук. На этом все. И ждем вас в салоне Unisons на Gertrude's 38. 38. До новых встреч.